Готовили плакаты ночью. Закон для нас не работает, получается. Плакат такой у нас есть. Заниматься изобразительным искусством они начали не от хорошей жизни. В крае почти тысячи детей-сирот несколько лет ждут положенные по закону квартиры. Им постоянно что-то обещают, сетуют на отсутствие финансирования или просто пытаются успокоить. Как это было в марте на заседании рабочей группы в АКЗС. Есть предложение съездить в командировку совместно с специалистами опеки, посмотреть, как эта тема реализуется в городе Новосибирске. То, что они говорили об изучении опыта Новосибирска, уже об этом не говорят. Говорят о том, что Минструйтранс будет принимать какое-то решение, о котором нам опять же не сообщают. На запрос Минструйтранс нам ответили расплывчато, с указанием статистических данных и ничего более. Но есть и подвижки. В апреле на улице Советской Армии было сдано 30 квартир. Только по факту ни один ребенок-сирота еще не получил ключи от дома. Мария несколько лет ждет положенный угол. На руках трехлетняя дочь. Муж инвалид первой группы. Половину дохода семья тратит на съем квартиры. Пенсия 23 тысячи. Да, нормально. 12 тысячи отдают за жилье. И вот три человека мы живем на оставшиеся деньги. Пикетирующие требуют диалога с властями. Сегодня на встречу никто не приехал. В этом году в краевом бюджете заложено 212 миллионов рублей на жилье детдомовцам. На исполнение всех судебных решений, а их порядка тысячи, необходимо более миллиарда рублей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости.